На сегодняшний день мы видим, что здравоохранение в Российской Федерации намного более эффективно, чем здравоохранение в США. А нагрузка возрастает кратно. Прием у терапевта сократили с 15 до 11 минут, а повторный – до 10 минут. В российских больницах не хватает 30 тысяч врачей. Эффективность просто зашкаливает. Когда мы показываем войну и говорим, что мы должны победить, это наоборот в мире показывает, что Россия хочет войны. Демилитаризация и денацификация – уже все. Чтобы вы понимали уровень идиотизма главного военкора РФ Сладкова, они воюют за то, чтобы с них сняли санкции, за то, что они воюют. Мы не можем выехать за рубеж. Мы не можем участвовать в Олимпиаде. Мы не можем перемещаться по миру. Наши самолеты не могут летать. Это абсолютно однозначно. Китай начинает второй день самых масштабных в этом году военных учений вокруг Тайваня. Американское издание Global Press отмечает, что КНР может вторгнуться на территорию острова уже в начале июня. Военные учения являются необходимым и законным шагом для защиты национального суверенитета и территориальной целостности, подавления сепаратистских сил, выступающих за независимость Тайваня и предупреждения внешнего вмешательства. Пекин начал самое масштабное в этом году военное учение у берегов Тайваня. По мнению американского издания Global Press, Китай может вторгнуться на остров уже в начале июня. Тактические маневры КНР начались всего через несколько дней после инаугурации новоизбранного президента Тайваня Лай Цинде. Пекин ранее неоднократно заявлял, что Китайская Республика, такое официальное название носит Тайвань, не является самостоятельным государством и принадлежит материковому Китаю. При этом сам остров не выступает против объединения, но только не под управлением Китайской коммунистической партии. В Тайбэе считают, что остров должен сохранить статус-кво, де юре быть вместе, но де-факто раздельно. Военные маневры Пекина вызвали серьезную озабоченность Тайбэя. Китайская Республика привела в боевую готовность свои силы ПВО и ракетные войска. По словам тайваньских военных, сейчас в территориальных водах Китайской Республики находятся 15 военных кораблей и 16 судов береговой охраны КНР. Кроме того, около 33 вражеских истребителей залетали в воздушное пространство острова. Китайские маневры проходят не только вокруг самого Тайваня, но и вокруг островов Кинмен, Мацу, Уц и Дунин, которые тоже принадлежат Тайбэю. Пекине отметили, что учения продлятся два дня. При этом Тайвань заявил, что готов отразить возможное нападение КНР. Коммунистическая партия Китая объявила, что проведет так называемые военные учения «Совместный меч-2024» в водах и воздушном пространстве вокруг Тайваня. Министерство национальной обороны в соответствии с правилами действий в чрезвычайных ситуациях развернуло воздушные, морские и сухопутные силы для реагирования на ситуацию с целью защиты свободы, демократии и суверенитета Китайской Республики посредством практических действий. Жители Тайваня разделились на два лагеря. По мнению некоторых, Пекин просто занимается показной демонстрацией силы. «Я думаю, учения есть учения, и они просто играют военными мускулами. Это никак не связано с нами. Если война и впрямь начнется, тогда мы и будем думать, что делать и куда бежать». В то же время другие жители острова тренируются отражать возможное нападение Народно-освободительной армии Китая. «Их экономика сильно страдает, и пока там Си Цзиньпин, никогда не знаешь, что у них на уме. Может, они захотят захватить наш остров, чтобы отвлечь своих граждан от внутренних проблем». «Последние масштабные учения Китая рядом с берегами Тайваня прошли в 2022 году. Тогда спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси посетила самоуправляемый остров с официальным визитом. В ответ Пекин объявил о проведении военных маневров в районе Тайваня. По мнению экспертов, нынешние учения отличаются от предыдущих. Так, Китай впервые имитирует полномасштабное вторжение на Тайвань, а не экономическую блокаду, как это было ранее». «Вопрос только, как это будет происходить. Болезненно, быстро или мягко, постепенно?» Наступление на Харьковском фронте остановилось. Если посмотреть на общую карту, видно, что с прошлой недели, по сути, ничего и не изменилось. Российские силы пытались атаковать в сторону Липцов, но были остановлены. Переправу у Багроватки тоже не взяли. Рядом с Волчанском они уперлись в реки Северский Донец и Волчья. Дополнительные силы в этот район перебрасывают, но их явно недостаточно. Поэтому всю неделю и нет никаких успехов. Нет и попыток расширить эти плацдармы для создания той самой санитарной зоны, о которой так говорит Путин. Потому что все разговоры о ней на самом деле это фикция. Очередной путинский обман. Идут активные бои за город Волчанск. Казалось, что северная часть обречена. Большая ее часть захвачена уже. Но ВСУ сумели провести контратаку. И в целом они сохраняют позиции на северном берегу реки Волчья. Город бомбят и обстреливают в том числе тяжелой артиллерией, огнеметными системами ТОС. Это в том числе подтверждает, что российские войска не могут захватить город прямо сейчас. Иначе бы и не бомбили. Конечно, надо отметить, что украинские военные тоже атакуют здания. Те, которые захвачены путинскими солдатами. Но у них гораздо меньше возможностей для таких ударов. И основную часть разрушений наносят российские боеприпасы. По сути, наступающие уперлись в городские кварталы Волчанска. И все, продвижение остановилось. Впереди долгий период городских боев и стояние практически на месте. Кроме Харьковской области, ситуация обострилась и в районе Часово Яра. Тут российская армия все так же пытается штурмовать восточный микрорайон и прорваться через канал. Но ВСУ, получив боеприпасы, обороняются довольно успешно. На этих кадрах атака бронетанковой колонны, которая была полностью сорвана. А техника потеряна. Это подтверждает ровно то, что все успехи российского наступления последних месяцев строились на остром дефиците припасов УВСУ. А теперь мы видим, как одна за другой атаки захлебываются. И любое продвижение стоит просто огромного количества личного состава и техники российской армии. Потерь в вооруженных силах России нет. Украинская армия активно уничтожает российские установки ПВО ракетами Атакамс. На этих кадрах уничтожены сразу 4 пусковые установки С-400 с радаром. Видно, что они засекли ракеты и пытались их уничтожить, но сбить их не удалось. В итоге целая батарея была уничтожена. 15 мая в Крыму на аэродроме Бельбек точно таким же ударом были уничтожены по одной С-300, С-400 и радар, конечно же. Выходит, что самые современные российские комплексы ПВО оказываются бесполезны перед ракетами, которым больше 20 лет. Но здесь нужно также обратить внимание на выбор целей. Кроме установок ПВО, был удар по узлу связи под Алуштой. Возможно, ВСУ готовится таким образом к прибытию F-16 и старается максимально обезопасить их полеты. Также не стоит исключать подготовку к новым крупным ударам по Крыму, в том числе по Крымскому мосту. Вот интересное кино. Мы так не договаривались. Ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok